Я всех приветствую, всех своих подписчиков и так в этом видео я сделаю отчаянную попытку подключить видеокарту RTX 3050 к своему ноутбуку и для этих целей нам понадобится ясное дело со мной, далее нужна видеокарта, нужен блок питания до 300 ватт и вот такая штуковина с Алиэкспресс за 3000 рублей, этот переходничок или рейзер я не знаю как его правильно называть, это в общем очередное китайское чудо, я купил его еще раз напомню за 3000 рублей или 1000 гривен и в интернете куча всяких там вариантов таких изделий с Алиэкспресс, но именно эту что я взял, она подключается через обычный М2 слот, внимание, а точнее она поддерживает PCI-Express 3.0 и X4 NVM и значит пропускная способность шины будет заметно выше чем у более странных подключений, например через Wi-Fi антенну в ноуте и так далее, а это очень важно на самом деле, потому что RTX 3050 довольно мощная карта и обидно если она потеряет 50% от своих возможностей только потому что подключение будет через какой бы там старый М2 SATA и прочее, в общем если честно я сразу понимаю, что наверное, ну ничего удачного не получится из этой затеи, а не получится потому что у разных ноутбуков разные материнские платы, разные защиты, разные биосы, поэтому сперва попробуем запустить 3050 на ноутбуке за 75 тысяч, если помните я уже снимал о нем видео и это относительно такой, знаете, свежая модель и по идее у нее имеется современный М2, то есть NVM слот. И второй запасной вариант это еще один старый ноут прям из 2015, плюс к этому я подключу 3050 еще к мини ПК на встроенном видеочипе и о нем я тоже снимал свое видео. Еще кроме 3050 у меня есть дома GT730, 1030, 960 и тоже будет интересно запустятся ли они вообще на этом железе. Обо всем этом буквально через одну минуту, а сейчас делаем небольшую паузу. Итак, друзья, как и любому техноблогеру, мне приходится регулярно следить за новостями в медиа и я успел понять лишь одну важную вещь, каким бы качественным ни был ваш контент, от него мало толку, если производительность сайта оставляет желать лучшего, особенно после того, как создание IT-инфраструктуры стало проще некуда при помощи Selectel. Selectel это один из ведущих провайдеров, облаков, а также IT-инфраструктуры в России. Его услугами пользуются многие российские интернет-СМИ и даже соцсети. Инфраструктура Selectel это универсальный набор решений как для небольших личных блогов, так и для уже популярных медиа. На мощностях Selectel можно решить многие насущные для медиа вопросы, например, хранить большие объемы данных от коротких новостей, статей до лонгридов и часовых видео, и обеспечивать при этом мгновенную загрузку контента у пользователей из любой точки мира. А еще Selectel поможет адаптировать мощности под растущий трафик, если классная статья внезапно резко привлечет неожиданное большое количество читателей. Переходите по ссылочкам в описании, по которым можно записаться на консультацию. Специалисты Selectel сумеют подобрать для вас подходящую инфраструктуру и начислят бонусы для бесплатного теста. Ну а мы перейдем к теме нашего видео. Итак, друзья, начинаем подключать видеокарту к ноутбуку, и для этого сперва соберем наш китайский Razer для установки видяхи, и тут просто как бы вставляем в комплекте вот одну из точеных пиков в эту же платку, или скажем там держатель, и закручиваем его на корпусе. Все, потом откручиваем сам ноут, то есть снимаем его крышку, и находим в нем M.2 слот, в который мы и будем подключаем, то есть мы подключаем наш китайский Razer, и закручиваем его, чтобы он при этом держался. Далее к этому Razer нам нужно подключить любой блок питания с мощностью хотя бы минимально 200-300, не знаю, там в идеале 400 Вт. И на этом блоке питания нам понадобится три кабеля, а именно берем самый жирный ITX24 pin, подключаем его к нашему Razer до защелкивания. Далее берем коннектор от материнской платы, а именно CPU 4 pin, и тоже подключаем его в специальный разъем. И там даже есть, знаете, разметка под CPU кабель. Потом в конце у нас остается кабель питания от видеокарты, и его, понятное дело, подключаем напрямую к видеокарте. Или можно использовать, то есть комплектный переходничок, что идет вот с самим этим китайским Razer. Я, например, просто напрямую через блок питания подключаю, видя, чтобы не было потери мощности всяких там переходничков. И в целом это все как бы и можно считать, что видеокарта подключена к ноуту. И теперь ничего не клацаем, не переключаем всякие там тумблеры, они, судя по инструкции, нам вообще как бы не нужны, и можно, в принципе, запускать ноут. Что ж, первый запуск сразу дал нам понять, что все не так просто, друзья, нет видимости, конечно же, на экране. Далее я перещелкнул, то есть все тумблеры, переподключил питание видеокарты через сам Razer Plus. Я также поменял местами разные M.2 слоты, запускаем, и, в принципе, результат все тот же прежний. То есть у нас стабильно черный экран, но окей, возможно, сама видеокарта не подходит к этому Razer, не зная там или блок питания не самый удачный, а быть может и сама картинка должна идти через внешний монитор, то без проблем. Я подключаю внешний монитор через HDMI, сменил сразу три видеокарты, каждую из них я переподключил, заменил блок питания, и в результате как бы ни одна из этих видеокарт не выдала даже минимальных признаков жизни. И выходит, что данный ноут Hair имеет вполне полноценные два M.2 слота, причем две штуки, и ни в одном из них не запустились видеокарты. Жаль, конечно, что нет у меня дома еще ноутбуков с подключением M.2, причем их должно быть сразу две штуки, по идее, точнее один должен быть свободным. И таких моделей очень как бы небольшое количество продажи, обычно там, то есть один M.2 и также идет один стандартный 2,5 дюйма. Единственное, что у меня было, это старый ушатанный офисный ноут, и в нем был как бы в принципе свободный M.2 слот. Но это старый SATA M.2, и еще к тому же он меньше размеров, короче, не суждено было к нему вообще как бы подключить видеокарту, но дело не в этом. А я честно сильно как бы удивлен, что довольно современный ноут Hair, имея современное железо, не сумел распознать видеокарту. И видно, что он в принципе работает, и видно, что крутится, то есть видяха, и что по идее там запустилась даже Windows, но в принципе нету вот изображения, что на самом экране ноута, что на внешнем мониторе. Возможно, произошла несовместимость по шине, то есть M.2 слота, возможно, нельзя использовать сразу два слота M.2 и на видюху, и на запуск винды. Короче, я буду дальше разбираться с этой темой, мне понадобится еще немало времени, я думаю, а сейчас давайте подключим наконец-то китайский Razer к мини-компьютеру. И в нем стоит по-настоящему полноценный M.2 NVM X4 слот. И вот тут, по идее, прям идеальное совпадение между коннектором интерфейса. И да, действительно, все-таки запустился, слава тебе как бы всевышнему, компьютер все-таки запустился и пошла, то есть загрузка винды, и все, на этом как бы вот снова мы видим просто черный экран. Что случилось в этот раз, непонятно было мне сразу, то есть я все перепробовал, опять же, переключил все перемычки, сбросил настройки и тоже был, то есть, нулевой результат. Но абсолютно случайно, друзья, я сменил китайский блок питания на более мощный модульный на 650 Вт и подключил коннектор напрямую к видеокарте, не через китайский переходничок. И вот тут внезапно-таки запустилась Windows, и, о чудо, мини-компьютер подвязал видеокарту. Причем подвязал ее, знаете, не просто как неопознанный объект, нет, на этом компьютере с Ryzen 4 800U, то есть Ryzen 7, поставились нормально, поставились драйвера под видяху RTX 3050. И даже полноценно работал GeForce Experience и Control Panel со всеми вытекающими настройками. Одним словом, перед нами получается полноценный компьютер настольный с видеокартой, и он работает ровно так же, как если бы стоял бы в моем ПК. Это полноценно, то есть отображается все в автобюнере, она, то есть, переопределяется, видеокарта в FPS мониторе. И теперь все-таки давайте сравним результаты до и после. Итак, сперва давайте запустим мини-ПК без видеокарты внешней, и запустим на средних настройках Full HD через встройку Radeon Vega, там, по-моему, 8-я Vega, в общем, не важно. То есть, это встроенный видеочип в процессор Ryzen 7 4800U. Итак, в третьем Ведьмаке на средних Full HD, видим, примерно 20 FPS. Выдает при этом мини-ПК, то есть, на этом видеочипе, ну, не совсем даже стабильный 20, причем это очень травматичный фреймрейт с постоянными фрезами. Так что тут, как бы, все оставим без комментариев. Далее запускаем Resident Evil деревня, тоже на средних Full HD, и тут еще хуже результат, чем в Ведьмаке, это примерно 15-16 FPS. То есть, невозможно нормально просто перемещаться, это не то, что там, не знаю, стрелять. И в конце, чисто, чтобы добить эту машину, я запустил Cyberpunk на средних Full HD. Ну, как бы, здесь я все-таки не знаю, что еще можно сказать, как бы, ставить все это на свои места и для современных проектов. То есть, современных это не Counter-Strike и Dota с танками. И вот здесь, как бы, ну, скажем так, это не очень удачный выбор, мини-компьютер на встроенном, то есть, на любом встроенном видеочипе, исключительно только для сетевых штанов, там еще можно хоть как-то выжать 60 FPS. Но в современном, то есть, в синглплеере здесь, конечно, все очень печально. И вот теперь, друзья, давайте же проверим этот мини-компьютер, но уже с пределами к нему RTX 3050 через M.2 слот. И оценим перспективы такой прокачки через китайский переходничок с Алиэкспресс за 3000 рублей. Итак, снова начнем с конца, запускаем Ведьмак 3, те же самые средние настройки в Full HD. И вот тут я готов забрать свои слова обратно, что китайцы выпустили очередную дичь, потому что мы видим с вами пятикратный, то есть, плюс 500% увеличение FPS. Это 90-100 кадров и даже больше, без проблем. Можно даже выставлять ультра-настройки и будет 60 FPS. То есть, работает RTX 3050 на 100%. И да, конечно, временами там есть просадки до 60 FPS, и они связаны, я думаю, именно с процессором. Он все же, как бы, считается ноутбучным, у него сильно скачут частоты и температуры, поэтому там и троттлинг есть. Ну, короче, видеокарта местами проседает до 80% мощности. Но ситуация меняется уже кардинально в Resident Village. Тут нет открытых миров и меньше нагрузка на процессор, и значит, видяха полностью загружена на 100%. Средний FPS мы видим порядка 80-90, и это на средне-высоких Full HD со всеми тенями, эффектами и так далее. В общем, нормально все в Resident, и в конце, конечно же, давайте проверим Cyberpunk с новым патчем 1.5. Итак, в Cyberpunk я тут пошел чуть дальше, то есть, я выставил высокие настройки Full HD пресетом, через DLSS, производительность. И тут, как бы, в целом, чутка, как бы, все-таки, не достает до 60 FPS. И в среднем видим 45-55, местами даже просадки до 30. И это все-таки снова из-за мобильного процессора, который просто задыхается в Cyberpunk, отчего видяха проседает до 60-70%. Но все же можно хотя бы уже нормально на высоких пройти игру, потому что до этого, я напомню, настройки было 5-6 кадров, не больше в секунду. А сейчас хотя бы 40-60, и это на высоких Full HD. Жаль, конечно, что не запустилась 30-50 на том ноутбуке за 75 тысяч, возможно, потому что там уже есть своя мобильная дискретная 16-50, и вот поэтому они, возможно, вступают в конфликт. Но я, честно, удалял даже ту 16-50, отключал драйвера, но все равно, как бы, не запускалась 30-50. Короче, я буду дальше разбираться в этой теме, в чем именно причина, возможно, найду различные ноутбуки и проверю на них. Но пока что вот получилось запустить 30-50 только на мини-пк, причем запустить с нормальным блоком питания, а не через тот китайский за 1000 рублей. Еще будет чуть позже новое видео, я все-таки постараюсь запустить 30-50 на старом ноуте или хотя бы вообще на любом ноуте. А пока что, если вы как бы имеете дома современный мини-пк без видеокарты, то вот у меня, по крайней мере, то есть у меня, по крайней мере, получилось запустить 30-50. Я уверен, не у всех получится такой фокус, все же разные материнские платы, разные биосы, но вот мне лично повезло и все как бы заработало. Не советую вам заниматься такими экспериментами, только если у вас уже есть дома видеокарты и не жалко выбросить, скажем, 3000 рублей, то вот только в таком случае, чисто ради эксперимента, можно что-то, то есть, запустить. В остальных же случаях все это чистая лотерея. На этом у меня все, друзья. Если вам было интересно, то ставьте лайк, не забывайте, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами уже через пару дней, еще раз не болейте и до новых встреч. Всем удачи и пока-пока.